С жителями этого дома по улице 4 Меланжевая наша редакция уже давно сроднилась. Сюда снимать сюжет и ездим как на работу уже пару лет. И вместе удивляемся, как такой старый и худой по кругу дом не признают аварийным. Жители, надо отдать им должное, очень ответственные и оптимистичные. Сами собирали деньги на независимую экспертизу, воевали с фондом капремонта, чтобы дом не ремонтировали, а снесли, подали иск и вышли в суд против мэрии. И вот десятки заседаний позади. Третья власть вынесла решение – дом признать аварийным. В течение шести лет будет расселение. Если будут раньше средства, то вроде раньше нас расселят и собственникам материальные, не вознождение, как правильно там говорится, выдали. А если будет раньше, то значит раньше. Потому что в течение двух лет два дома только попадают, а остальные, по Иванову, как сказали, 26 домов в течение шести лет. То есть очень весело, конечно. Четыре квартиры в доме в муниципальной собственности, четыре приватизированные. Переезда ждут все. В мэрии жильцам предложили снимать пока жилье. Сказали, какие бумаги оформлять и где искать квартиры. Этой услугой еще никто не воспользовался. Все зависит в основном от финансирования. Если, говорит, они в 2019 году ожидают большой куш, если больше будет, значит очередь будет быстрее подвигаться. А так нас назначили на 2024-2025 года. Мы находимся в найме. Нам так и так квартиры дадут. А у кого квартиры приватизированные, я не знаю, их сказали о цене по рыночной стоимости. По рыночной стоимости значит дешево. Вряд ли собственники на полученные деньги купят жилье. Но до этого еще долго, примерно шесть лет. Шесть зим холодных и ветреных, в доме износ которого больше 80%. Стены у нас кривые. У меня же ходили в квартиру, все мерили. Все кривое, полы кривые, все кривое. Рушатся дыры везде. Невозможно, конечно. Я не знаю, как мы зиму будем перезимовать. Я не знаю. Мы ту зиму уже мерзли. Котлы у нас старые. Мы уже прибавлять огонь боимся больше. Я не знаю, как будем на зиму жить. Я не знаю. То, что дом простоит шесть лет, жители не верят. Спорят о его судьбе. Сложится, как карточный домик, сгорит или рассыплется от старости. Сходив в правительство, увидели, что таких несчастных из аварийных домов много. Теперь вместе с ними надеются на федеральное финансирование. Ждут, что появятся деньги и жильцы переедут до того, как их родные метры обратятся в прах.